Привет, дорогие друзья, я муравьед. Сегодня поставлю один интересный эксперимент. Вот уже несколько лет не утихают споры на тему, чем лучше кормить муравьёв, а именно, какой сироп лучше – медовый, сахарный или глюкоза в чистом виде. Но, я думаю, никто не будет распаивать, что лучше естественной природной пищи нет. Так называемая мной группа сиропоедов в природе питается медвиной падью, выделениями охабатных насекомых, таких как тля, червецы и тому подобное, а также медвиной росой, которую выделяют сами растения. Далеко не каждый кипер может держать все дома тлю, поэтому необходимо найти продукт, наиболее приближённый к этой еде. Идеально подходит падевый мёд, мёд из медвиной пади или росы, но настоящий-то в наше время не так просто найти, а падевый ещё сложнее. Мёд из медвиной росы ценится намного выше, чем цветочный. Что касается мёда из самой пади, животного происхождения, то тут всё наоборот – эта ссор считается наихудшим, падь пчёлы не любят, так как из-за неё их продолжительность жизни снижается раза в два. Я на этом останавливаться не стал и решил изучить химический состав этой пади. Состоит она из глюкозы, фруктозы, сахарозы, декстеина и прочих дисахаидов, моносахаидов и полисахаидов. Компонентов очень много, однако основную массу составляет глюкоза с фруктозой 60-80%, сахароза 1-15% и декстеины 5-15%. Всё это вполне доступно простому человеку, поэтому я решил сделать свой сироп и испытать его на своих морожах. Итак, нам понадобится. Фруктоза – можно купить в аптеке или супермаркете. Глюкоза – продаётся в аптеке как в таблетках, так и в ампулах. Декстеин – можно купить или сделать самому. И вода. Глюкозу взял в таблетках, для того чтобы пропорции проще было брать, ибо фруктозу вам плохо не встречал. Здесь 0,5 грамм – это 500 миллиграмм. 10 таблеток, следовательно, одна таблетка – 50 миллиграмм. Почему тут нет сахарозы, то есть обычного сахара – объясню позже. Первым делом я перетёр таблетку в порошок при помощи ложек, сначала большими, а потом между большой и маленькой. Вот такой порошок у меня получился. Как я говорил, на глюкозу сахарозу приходится 60-80%, причём они примерно в равных пропорциях. Поэтому фруктозу мы должны взять столько же, сколько и глюкозы. Выглядит так, словно я сейчас кокс буду нюхать. Теперь очередь декстеина. Его составляющая примерно 1,4 от глюкозы или фруктозы. Декстеин проще всего купить, но можно сделать самому, обжарив крахмал в духовке. Подробно рассказывать не буду. Кому интересно, вбейте в ютубе, как сделать декстеин. От себя добавлю только. Если у вас плохая духовка, как у меня, то есть не может равномерно поражать, стабильно держать температуру, то вы запаритесь с этим. Я где-то часов 20 убил в сумме. Со второй попытки получилось сделать. И всё равно присутствует примесь крахмала. Засыпаем наш декстеин. Теперь добавим воды. Для начала чуть-чуть. Одного куба, я думаю, хватит. Нееет. Этого мало. Не размешаешь. Добавим ещё 4 куба. Вот такой раствор получился. Немного мутноват из-за крахмала, но думаю, ничего страшного. Теперь добавим всё остальное и хорошенько перемешаем. Есть у меня одно видео, в котором рассказывается, чем лучше кормить мурашей, и то, что сахар убивает. Но тогда я смазно объяснил, почему он так опасен. Сахар, или сахароза, дисахарид, который, подвергаясь гидролизу, распадается на два моносахарида, глюкозу и фруктозу. Иными словами говоря, у моря в брюхе сахар распадается на более простые компоненты, и для этого химического процесса нужна вода. Вот поэтому сахар вызывает обезвоживание. Казалось бы, чего сложного? Просто делай менее концентрированный сироп, ставь в поилку и всё. Но не всё так однозначно. Ответьте мне на такие вопросы, как В каких пропорциях нужно брать сахар в воду? Один к двум? Один к трём? Один к шести? Может, один к десяти? И откуда вы взяли эти цифры? Сделали сироп, покормили, убедились, что моря целы и довольны? Но, разве если одна, скажем, пропорция, безвредна для одних, разве она будет безвредной для других? Не факт. У разных моряёв процесс усвоения происходит по-разному. Конечно, спорить можно долго. Тут нужны специалисты, исследования. Сейчас этим почти никто не занимается. Кстати, на этот счёт есть у меня один интересный материал. Про него скажу в конце видео. Однако, с уверенностью можно сказать то, что клюкоза и фруктоза являются более безопасными, чем составляемое ими сахароза. Кстати, отмять проще всего при помощи обычного шприца. Засыпаем. Теперь перетём ещё пару колёс. Точнее одно. Запоминаем. Нам нужно насыпать примерно столько же фруктозы и одну четвёртую часть дикстрина. Может произойти такая ситуация, что в растворе будет всякий мусор. Кусочки бумаги, слипшийся дикстриин и так далее. В данном случае нужно всё процедить. Лично я это сделаю через платок. Всё, теперь раствор чистый. Помимо смеси, которую мы с вами делали, она слева, я сделал ещё две, более концентрированные. Во второй, всех веществ, клюкозы, фруктозы и дикстрина в два раза больше. В третий, в три. Они вышли более тёмными. Я даже бы сказал, более густыми. Пришла пора испытать эти смеси на муравьях. Так как все мои сиропоеды зимуют в холодильнике, придётся испытать на жнецах. Отсадил от основной колонии несколько рабочих солдатами. В течение недели я буду давать им сироп. Первый основной, второй более насыщенный, третий ещё более насыщенный. Итак, прошла ночь. Настал день. Как вы сами можете видеть, все муравьи живы. Несмотря на то, что это жнецы, сироп для которых, как некоторые говорят, опасен. В следующем видео я поделюсь результатом. Если всё будет хорошо, то я буду тестить этот сироп на Аруфибарбисах, Вагусах и Японикусах. Бонус. Когда я искал материал, один знакомый мермиколог, не путать с мермикипером, скинул мне одну научную статью о влиянии сахарного сиропа на жизнь муравьёв в природе, на примере формика Загубри. К сожалению, статья на английском, но весьма интересная. Ссылка на неё в описании. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал или с видео с друзьями. С вами был Муравьед. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok